здравствуйте смотрел ваш ролик молодцы пытался с вами связаться не получалось смотрел ролик с вы общались у нас казахстане есть яблони и груши на разных сортов и очень мало представляете ну там то уж там казахстан делится на северный там сибирь и на южный там не субтропики ну сами понимаете казахстан огромный мало советское время были питомники где пытались выращивать того сорта но увы выросли плоды маленькие некоторые сладкие а груши тепкие даже груши не смогли вырастить если людей хорошие сорта вот но кто ищет то всегда найдет внимание выделил много покупал саженцев около 200 штук за все время хотел сад а то что покупал все замерзло ну сейчас может берем шире что-то замерзло что-то сопрело так нет у кого-то проявилась генетическая несовместимость ура и абрикос привить можно на кустарник можно а потом что смерть а и продают сами знаете вот они не покупают и так 200 штук если данного это какие огромные деньги вы как него жалко так все тащили с юга к нам на север и обманывали а мы надеялись и будет сад покупали мы с вами ребята сидим для того чтобы в каждом области а потому что в каждом районе был свой садовод у которого ничего не замерзает вот постепенно мы будем завоевать страну потому что надеюсь что государство не приходится вот там монополия никто не отдаст свою этот самую свою кормушку вот мы над той же кормушкой их не мы могли бы вырастить сто раз больше и покрыть садами этот самый или сэкономить государству те же деньги вот потому что нам надо меньше вот этих манев чем это вроде бы и нищенская наука а в миллиарде тоже лет а результаты я вам потом покажу то рахите и так теперь более конкретный вопрос я бы хотел шелковицу как у вас купить есть на продажу вот тут я конечно хотел похвастаться какие плоды как у меня красивые на шелковица но у шелковица у меня в конце концов выделялась 40 градусов морозы там это сельцевая или укорененная наконец осталась одна укорененная три года вот кстати алексейка алексей иванович в том числе и мы помогли ее угробить последний момент остановил издевательство то есть не режут и не продавал фельдкист ее единственный сейчас она восстанавливается и несколько сагансов однолетних от нее растет таня железова все-таки вырастила и вот получилось что инициативу перехватил алексей иванович вот с одной стороны я верю ему будет проблема сейчас он пытается продавать сервисами а сервисе это вот от меня к нему от него к вам так я верю что не так это просто и сколько бы он объявлений не делал все равно настоящего спроса в наше время нет я его заранее сочувствовал вот единственный случай у меня был я полностью прекратил то есть ни одной не выращивал и мне женщина звонила писала в отчаянии вот я говорю отстаньте мне надо чтобы вырастить саженец полтора года укорененный хотя бы вот такой я это сегодня высылает 10 тысяч на один саженец вот это я конечно денег не взял ни копейки выращивать не стал даже обещать не стал вот и вот получается алексей иванович с одной стороны вот таких бы побольше конечно не ставили грабить 10 тысяч брать но другой стороны это редкий случай люди не знают что это такое почему я 15 лет назад прекратил ворачивать шелковицу на продажу потому что я торговал только по сибири сибирские газеты меня печатали вот а сибиряки видят там яблони антоновка груша там а это самое такая вечно слева шелковица и никто не брал а некоторые а что это такое а я говорю слащие поцелуи нету такого термина в науке слащие поцелуи правильно в общем я после этого повторю ваше письмо а там что у вас получится то получится повторяю здравствуйте у меня к вам просьба зачитать на вебинаре это объявление приближается время укоренения шелковицы шелковицы учтите самая расстройка в мире у меня такой случайно получается абрикосы самая расстройка в мире эти груши самая расстройка в мире где там 28-30 а у меня 40 а они плодоносят и груши и естественно персики самая вот еще шелковицу надо что пусть одна и вот теперь от нее пошли что от нее пошли вегетативный клонок это значит что генетика одинаково что у меня что у алексейка читаем дальше хотелось бы вооружить слушателей ваших вебинаров черенками шелковицы железово уже сейчас могу их выслать обезу и сопровождать укоренение шелковицы докажутся до докупившего черенки замучаетесь а вдруг правда начнет покупать у вас черенки переписка отвечу на все вопросы обращаться на электронную почту возможно я не знаю вот я-то могу скопировать это с этого экрана а сможете ли вы скопировать вряд ли но это всего-то тут несколько слов по-английски цапайте на бумагу это название вот и учтите вот этот самый алексейка алексей такой же мы одной крови вот себе поможете обзаведите шелковицами ведь большинство из вас более южных краях чем я и алексейка у него терябин более южных вот наконец-то шелковиц у вас появится и человеку лишнюю руку не помешает он его заслужил сколько лет проводил эксперименты и так написали вот это вот и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok